Сергей Николаевич, это здание на площади Руднева, апелляционный суд, оно известно, я думаю, очень многим жителям Украины, которые смотрят новости, в том числе по судебному процессу, связанному с делом ЕСУ Юлии Тимошенко. А сегодня здесь состоялось другое судебное заседание, я так понимаю, именно по апелляции. Вы могли рассказать, что это было за судебное заседание и короткое итоги? Здесь рассматривается апелляционная жалоба Арсена Борисовича Авакова на решение по иску майора милиции Чудоевского о сыскании ущерба за недостоверную информацию, которую представил Арсен Борисович Аваков в культуре телекомпании «АТН». Сегодня явились истории, например, самого Арсена Борисовича и его представителя, адвоката Акиского, кто из которого вчера якобы обыскивал исповедники милиции. Видимо, до того, до обыскивали, что адвокат судей не смог прийти на заседание. Так вы считаете, можно ждать заявления о очередных политических репрессиях? Мне это неизвестно, какая у них защита. Судя из того, что они вытирали видеозаписи и заявляли в судебном заседании, что такой передачи не было вообще, я не исключаю ничего. А это вы говорите о какой видеозаписи? Это видеозаписи, самопередача, которую Арсен Борисович распространял эту информацию. Передача ведет права. Передачу об обыске, извините, или передачу у майора Чугаевского? А майора Чугаевского. Ага, то есть, которая послужила в том числе основанием для подачи иска о защите части и достоинства, да? Я понял. А вот такой еще вопрос. Судебное заседание в суде первой инстанции по иску майора Чугаевского о защите части и достоинства о возмещении морального ущерба длилось более года, насколько я помню, да? А вот ваши прогнозы по апелляционному проваджению? Я не могу прогнозировать, но я вижу, что... Ну, сроки ограничены или... Сроки ограничены кодексом 2 месяца. Так. Ну, если ответчики будут игнорировать судебное заседание, то я не готов сказать, когда оно закончится. Ну, повторяется, та же самая стратегия, что и судебные инстанции. Мы ходили добросовестно на то же судебное заседание, а наши ответчики их игнорировали. Я понял. А еще вопрос, Сергей Николаевич. Сегодня утром в СМИ, и вы там давали комментарий о том, что считаете, что грубо были нарушены ваши процессуальные права при подготовке к этому судебному процессу. В чем это заключалось, в чем выразилось? Можете вот как юрист прокомментировать? Ну, я не знаю, как они были, преднамеренно ли нарушены, но нам не пришел пакет документов с апелляционной жалобой и приложением к апелляционной жалобе. То есть нам не всегда пришла только листальность. А это определено законом, что вы должны были получить... Да, это определено, что вы должны были уже идти на это первое судебное заседание, уже быть готовыми, и у вас могли быть, я так понимаю... Да, я должен до сегодняшнего дня подать письменные возражения на апелляционную жалобу. То есть вы имели такое право, да? Даже не право, а, наверное, обязанность. Даже обязанность. Ну, а вы не могли это выполнить, потому что не имели самого материала, апелляционные жалобы и приложение? А как вы считаете, ну с чем это было связано? Ну, может быть, почта не прислала, может, Александр Борисович их для нас не связывали приложить, я не знаю. Ну, хорошо. А если он, допустим, не обеспечил апелляционные жалобы в количестве необходимых экземпляров? Тогда суд должен был оставить его жалобы без движения, да, тем временем. То есть, получается, тогда не должно было быть открыто апелляционное производство? Ну, собственно говоря, да. Ну, здесь могут быть и технические причины, я не усматриваю здесь прямого выноса суда, включение их, наши права. Ну, к сожалению, прислала нам пока только повестка. Хорошо. А каким образом вы намереваетесь восстановить ваши нарушенные права? Вот, допустим, или я был на судебном заседании, вы не заявляли, допустим, ходатайство об ознакомлении с материалами апелляционной жалобы. То есть, теперь они вам должны представить, или вы должны получить в канцелярии каким образом? Помощникам. Какие заплатчики, а это ручьи у них. Технический вопрос. Тем более, нам еще вручат апелляционную жалобу или компания ТМ, которая тоже подала. То есть, подано, то есть, уже открыто апелляционное производство по апелляционной жалобе Арсена Авакова, да? Интересы которого представляет адвокат Атисков. И акцент, оно еще не вручено апелляционную жалобу. То есть, это будет два отдельных судебных процесса, или они будут объединены? Это будет один процесс. Я понял. Они присоединились в этот процесс жалобе Арсена Авакова. Хорошо. А если, допустим, на следующее судебное заседание опять не явится сторона, подавшая апелляционную жалобу, какие правовые последствия? Одно суд опять перенесет и сделает повторный вызов. И уже в случае, если суд будет иметь отметку о том, что все стороны уведомлены, они по неуважительной причине подавшие право принять решение. Понятно. А это была обязанность вот стороны, подавшей апелляционную жалобу, явиться в суд сегодня? Или это было их право? Вот каким образом? Вообще, это их право являться или не являться в судебный заседание. Ну, с другой стороны, то есть, если они являются инициаторами этого судебного процесса, они подали апелляционную жалобу, значит, я так понимаю, это в их интересах? Это их интересы, но хотят входить, а не входят, это их право. В смысле подавать апелляционную жалобу? Хорошо. И какие вот вы видите с юридической точки зрения перспективы рассмотрения дела? То есть, если, допустим, я понимаю, что вы не получили документов, но оценивая решение суда первой инстанции, имея его, то есть, если, как вы считаете, юридические зацепки, юридические моменты, основываясь на которых суд может принять решение об отмене решения суда первой инстанции апелляционной? Ну, первоначально было принято заводичное решение, и сторона ответчика подала заявление о пересмотре заводичного решения. Для этого они предоставили все доказательства, которые они считали, что не были исследованы в судебном заседании. Суд в первой инстанции посчитал, что эти доказательства не изменят решение, поэтому им было отказано от пересмотра заводичного решения. Таким образом, я считаю, что здесь нет никаких оснований для отмены этого решения? Понятно, спасибо вам.